Я очень благодарен организационному комитету за то, что вы пригласили меня на ваш уважаемый форум. И для своего выступления я решил выбрать интересные случаи, которые прошли в нашем институте за последние несколько лет. Я надеюсь, что коллеги примут участие в обсуждениях этих случаев до того, как я буду оглашать окончательный диагноз, потому что за несколько недель до конференции я выслал и радиологический имиджинг и микроскопические картинки в организационный комитет. Итак, первый случай. 77-летняя женщина представлена с массой в левом плече. Масса увеличилась в размерах в последние 4 месяца. И, что важно заметить, у нее не было никакой взаимосвязи с подлежащими костными структурами. На коронарном имиджинге вы видите очень четкую ограниченную массу, сопровождающуюся отеком окружающих тканей. После введения гадолиниума контрастирует центральная зона некроза и очень деликатных, очень маленьких кальцификаций. Была сделана резекция макроскопически. Вы видите фибромускулярную ткань с кистозным образованием внутри, с перемычками. Размеры 6х6х3 см. Вес почти 50 грамм. Кистозные полости были заполнены коричневой желтоватой жидкостью. Дортер Шварц, чтобы затеять дискуссию, которую вы как раз и предложили, мы можем на этом этапе как раз сделать небольшой комментарий со стороны клиники. С удовольствием. Для хирурга такой пациент, который бы обратился с такой рентгенологической картиной, не рентгенологической, а картина визуализации, поставил бы по большому счету в тупик. Потому что то, что мы видим, может оказаться чем угодно на данных МРТ-исследовании. Когда мы видим макроскопическую картину, она ставит меня в еще больший тупик с клинической стороны. И более того, мы понимаем, что для меня, как для хирурга, это представляется чем-то псевдоопухолевым в макроскопическом варианте. Но будет очень интересно увидеть морфологическую картину и обсудить ее с морфологами до оглашения диагноза. Я знаю, что у нас Ирина Владиславовна на связи также, и будет интересно ее точку зрения услышать насчет морфологической картины. Пожалуйста, доктор Шварц. Давайте я опишу микроскопические находки. Я не знаю, насколько четко вы видите микроскопические детали на этих изображениях, но я старался. Вы видите мягкотканное образование с множественными цистами, заполнены геморрагической жидкостью. Здесь вы видите кальцификации и оссификации. Сейчас я это увеличу. Вся эта картина, она преследует как бы, она отражает зонированный паттерн неоплазии этого поражения. Есть внутренняя зона, которая выслана в фибробласт-like spindle cells. Очень цитологический блант, без АТП. Есть мультинуклеид, это остеокласт-like giant cells. На большем увеличении вы можете это увидеть. И фон воспалительных клеток. Все это вместе чем-то напоминает аневризмал боуцист. Средняя зона вы видите пролиферирующие веретенообразные клетки и формирование псевдооболочки, построенной из зреющей костной ткани, которая окружена остеобластами. Строма очень такая, очень рыхлая, очень миксоидная. На еще большем увеличении вы можете обратить внимание на формирование новых участков кости. И хондральной осификацией. Я извиняюсь. Какие будут ваши варианты диагноза? В данном случае при подобной клинической морфологической картине я бы предположил, что это может быть аневризмальная костная киста в мягких тканях, что может быть крайне редко, но такие случаи описаны, потому что здесь характерная зональная морфология, крупные кисты заполнены геморрагическим содержимым и наличие многоядерных гигантских клеток. То есть я бы поставил такой диагноз в данном случае. Ирина Владиславовна, что скажете? Блестящий диагноз. Ирина Владиславовна, вы на связи с нами? Да, я аневризмальных кист в мягких тканях делаю немного. Ну, так скажем, можно по пальцам высчитать. Все укладывается, кроме, возможно, вот энхондрального... Нет, осификаты, да, энхондральная осификация вполне возможна. А вот хрящ, ну, наверное, и это укладывается. Я абсолютно согласна с Артемом Борисовичем. Наверное, аневризмальные кисты в мягких тканях. И спасибо большое, Ирина Владиславовна. И на связи у нас профессор Кавелло. Это доброкачественная костная пролиферация с определенной такой структурной. Может быть, осификанты... Здесь, конечно, требуется дифференциальная диагностика. И все предыдущие осификанты... Какого-то осифицирующего миозита. Итак, мы готовы услышать финальный диагноз. Да, 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 в диагностику, да. Спасибо вам за вашу правильную интерпретацию. Наш диагноз... Здесь вы можете видеть референс. И в одной из статей, опубликованных в прошлом году, как вы видите, абсолютно идентична морфологическая картина. Очень редкое образование мягких тканей. За нашу практику это уже, правда, второе за последние лет десять. Спасибо большое. Какие будут вопросы? Это действительно замечательное наблюдение. И всегда интересен анамнез, связь с травмой в данном случае, особенно когда речь идет о псевдопухолевых процессах и такого характера с сификатами. И отдельное спасибо за прекрасное морфологическое представление всех. Диагностика плюс, которые мы можем в данном случае использовать для правильного диагноза. Я старался. У кого-то с математикой хорошо, я не могу сообразить. Вы сказали, второй за десять лет. У меня, я не припомню, больше трех за сорок лет. И это какой процент получается? Минимальнейший процент. Минимальнейший процент. Патология крайне редкая. У нас в габриотопии, по-моему, один случай. Я видел подобный. Можно перейти к следующему? Да-да, да-да. У нас по времени хорошо. Второй случай. Локализация очень похожая. Тоже upper grid, upper shoulder mass. У девятнадцатилетней девушки. Мы видим на сети имиджинг большую паритхемантозную массу, в которой находятся очень грубые тяжелые кальцификаты. На сагитальном X-ray изображении то же самое можно увидеть эти кальцификаты. После контраста с гадолиниумом контрастируется центральный участок некроза и точно так же кальцификаты. Очень ограниченная, очень четкая масса. Морфологически жировая ткань, в ней образование 12 на 16 на 8 сантиметров, частично покрытая кожей и частично кальцифицированная масса. Микроскопически контрастируются несколько паттернов этой опухоли. Гипер- и гиперцеллюлярные участки. Гиперцеллюлярные участки состоят в основном из круглых клеток с большой ядерно-цитоплазматическим соотношением и атипичными ядрами. Фокальные миксоидные изменения вы можете здесь увидеть. Многочисленные метапластические осификации, но не было обнаружено убедительного формирования остеоида. Метапластические кальцификаты и осификаты окружены остеокластами, как вы можете увидеть здесь, в менее кальцифицированных или осифицированных участках. Клетки с атипичным ядром, очень агрессивной цитологической картиной. Иммуногистохимия. Неопластические клетки положительные на САД-Битун, ФЛИ-1, мы это расценили как неспецифический паттерн, и СИДИК-ФО. Очень широкая панель, которая была сделана, маркеров, все маркеры были отрицательные, я говорю только о позитивных маркерах. Что было сделано? MDM-2, SOX-10, MOOC-4, S100, CD-34, CD-99, MNF, DESMIN, TLEV-1, SMA. Все было отрицательное. KI был позитивный до 25%. Мы сделали цитогенетику на MDM-2, CHOP, FUS, EWING, LCI, транслокация X18, CICG. Все было отрицательное. И как спасательный круг, этот случай был послан профессору Флетчеру. До того, как я скажу, что написал профессор Флетчер, мне бы хотелось услышать ваше мнение, дорогие коллеги. Я бы в данном случае становился на диагнозе недифференцированной коллагол-клеточной саркома, потому что в данном случае мы видим нестандартный иммунофенотип, коллагол-клеточную морфологию, и в отсутствии подтвержденных генетических перестроек специфических я бы назвал это недифференцированной коллагол-клеточной саркомой, которую, как я в своем докладе упоминал, такая нозология еще существует в классификации. А как вы отнесете кальцификаты и оссификаты? В общем-то, зрелая кость, а стилоида обнаружена не было? Может быть, это реактивная кость образования, потому что в данном случае, естественно, дифференцированная диагноз с остросаркомой, возможно. Но если достоверных признаков острое... С адбиту позитивной. Да, да. Но с адбиту, он может быть позитивным в большом количестве... Это очень неспецифичный маркер. К сожалению, это очень неспецифичный маркер. Его диагноз был Вот такой вот странный диагноз на странное образование. Ну, так уже... А какой анамнез у пациентки? Никакого. 19 лет девушке. Что мы о ней знаем. Одну секундочку... Была травма, когда появилась... Нет, нет, нет. Я лично вообще не очень верю в связь злокачественных новообразований костей и мягких тканей с травмой. Это чаще всего по инцидентам. Я в это тоже не верю, но просто анамнез надо знать полностью. Ну, это уже вопрос к клиницистам. То, что клиницисты мне сообщили, я написал. Спасибо. Вот такой случай. Если вы остановитесь на макроскопическом препарате, я маленькую ремарку позволю себе. Вы сказали, что это выглядит как жировая ткань. Не соглашусь. Это сразу выглядит как саркоматозная ткань. Она была окружена жировой тканью. Может быть, я нечетко... Если покажете картинку, то вот. Это раз. Размокачественная ткань, кожа и... По всей видимости, это то, чего мы еще не знаем и о чем генетики нам по всей видимости... Ну, вполне возможно. Обратите внимание, она очень гетерогенная. Здесь вы видите более белые участки, здесь какой-то дополнительный узел более коричневый. Это очень... И макроскопически это было очень гетерогенное образование. А то, что кости образования, это же ребро, молодая женщина, вполне могла быть травма. Это, во-первых, я не знаю. Я ничего не могу сказать по этому поводу. Это в любом случае кость, как вы видите, макро- и микроскопически, это абсолютно регулярная метапластическая... Я не скажу метапластическая, абсолютно регулярная, нормальная. Не-неопластическая бонда. Да, и вот то, с чем мы сталкиваемся, маркер САДБИ-2 прекрасно работает при доброкачественных процессах. Он... Это маркер остеообразования. Но что самое интересное, вот в этих клетках вы же не видите никаких признаков остеообразования и САДБИ-2 он именно в этих клетках был положительным. Очень красивый случай. Непонятный. Спасибо большое. Непонятный. Спасибо большое. Давайте перейдем к этому случаю. Доктор Швардж, сейчас я хвастил. Доктор Швардж, есть вопрос. Да. Исключали ли вы ассифицирующие фибромиксоидные злокачественные опухоли? Фибромиксоидные, но фус, чоп и МДМ они все отрицательные. То есть это как бы не входит в эту группу. И мы... Хорошо. 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 Спасибо большое. Следующий случай. 25-летняя женщина в анамнезе у нее есть Лифраумени синдром с массой в правом... в мягких тканях правой голени. Как вы видите, коронарный Т2 имиджинг во время полного... полного эмарая всего тела, который женщина проходит в рамках фоллоуап в Лифраумени синдром контрастирует вот эту вот массу. А ультрасаунд показывает мягкотканную паренхематозную массу. Вот. К сожалению, у меня нету макроскопического изображения, но мы получили фрагмент кожи и подкожной жировой клетчатки, 54 грамма веса, 9 на 4 на 3,5 сантиметра, на разрезе мягкая, коричнево-серая, относительно хорошо ограниченная масса. Кстати, здесь как раз вы видите миксоидную миксоидную неоплазию, хорошо ограниченную, единичные атипичные клетки, которые плавают в относительно гипоцеллюлярной миксоидной строме, эти клетки гиперхроматичные, очень атипичные, необычной формы ядра. Мы сделали ФУС, ЧОП и МДМ-2, и все три маркера были отрицательные. Ваш диагноз? В данном случае я бы предположил новую нозологию, которая появилась в классификации ВОЗ, это миксоидная плеаморфная липосаркома, которая, собственно, была выделена благодаря отсутствию характерной для миксоидной липосаркомы генетической перестройки. Абсолютно правильный диагноз. В обороте были подобные случаи. Миксоид плеаморфик липосаркома high-grade associated with лифроумени синдром, которая действительно была выделена только в последний WHO классификация, как отдельная группа сарком. Абсолютно правильно. Миксоид плеаморфик липосаркома это очень редкая саркома, которая бывает в лифроумени синдром, аутосомно-доминантный синдром, multiple germ cell mutation и фиш характерно отрицателен на все три липосаркома маркера. MDM2 CHOPENFUS Недавно была опубликована статья относительно недавно семнадцатый год, абсолютно идентичная картина и идентичная картина с генетическими нарушениями. Вопросы? Есть ли комментарии у наших коллег? Дарья. Ирина Висловна, доктор Кавелло? У меня получается, что я абсолютно совпадаю с Артемом Борисовичем, это очень приятно, он молодой, многообещающий патолог. Если у доктора Кавелло нет комментариев, перейдем тогда к последнему случаю, чтобы успеть вовремя продолжить сессию. Последний случай. 14-летний мальчик был представлен с массой в пальмарной части левой руки. Макроскопически масса полтора на один на один сантиметр, довольно плотной консистенции, белесовато-желтая. Не были сделаны дополнительные имиджинги, кроме X-ray, кроме обычного рентгена, который определяет очень деликатные, очень маленькие подкожные кальцификаты в этой области. И хирурги, которые занимаются хирургией кости, как-то не приняли этого внимания и прооперировали без дополнительных имиджингов. У нас это, к сожалению, тоже бывает. Что мы видим на микро? Хорошо ограниченное, но не инкапсулированное мезинхемальное образование с остатками зрелой и жировой тканей на периферии. И что обращает внимание, очень тяжелые, грубые кальцификаты, окруженные мультинуклеated giant cells. И как вы здесь видите, на более большом увеличении и строма, состоящая из клеток, похожих на фибробласты, вересинообразных клеток. KI-67 умеренно выражен, все остальные маркеры естественно отрицательные. Ваш диагноз? В данном случае, когда я его анализировал, я предположил теносинориальную гигантоклеточную опухоль. Мне кажется, она должна быть в данном диагностическом ряду. Но морфология, конечно, долгая у нее. Но вот этот случай вызвал большие затруднения по сравнению с другими. Может, наши коллеги, Ирина Вяславовна, доктор Кавелло поможет нам с диагнозом? Меня, честно говоря, смущают вот эти кальцинаты. Да. Фосфатурик мезонхимальный фосфатурик мезонхимальный тумор. Вы тоже подумаете о мезонхимальной опухоли? Фосфатурик тумор. Фосфатурик мезонхимальный тумор. Это не очень возраст и не очень местно. Да, 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 конечно. Ну, может быть, какой-то тип. Все. кстати, здесь не было связи с травмой. Несмотря на 14 лет, вроде бы, активный. Наш диагноз кальцифайн, джувенал, апоневротик, неврома. Кальцифицирующая ювенильная апоневротическая фиброма. 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 очень редкое и очень четкое новообразование молодого возраста, которое было впервые описано в 1953 году. два к одному при доминанс male to female. В основном молодые дети, в основном дети и молодые взрослые. 80% дистальные конечности, 20% максимальные конечности. У нас пока укладывается все. имеется тенденция к местному возврату даже в течение 20 лет. Злокачественная трансформация не доказана и никогда не были задокументированы метастазы. Такой наш диагноз. спасибо.